Где ремонтируют и модернизируют казахстанскую бронетехнику? Как испытывают танки, БТР и БМП? И кто в Казахстане разрабатывает новые образцы военных и гражданских машин? Нам удалось побывать на единственном в Средней Азии бронетанковом заводе. Об этом прямо сейчас. Продолжение следует... Ремонтировать ее не получается. По прибытию машины полностью разбирают. До винтика. После мойки к корпусному и далее вот такой вот цикл очередный через покраску. И к нам уже голый корпус приходит. С голого корпуса мы, получается, собираем весь танк, получается. На капитальный ремонт танка более 1500 запчастей ставится, узлов и агрегатов, которые объединяют более 14 тысячи технологических операций. Запчасти все подаются комплектующим участком. Старые запчасти, вышедшие из строя, заменяют на новые, но уже более усовершенствованные. Машина, в нашем случае танк Т-72, полностью модернизируется. Ну, в общем, на танк вообще у нас уходит 56 календарных дней. Общие, получается, как он зашел. И до... От А до Я, получается. В основном улучшения идут по ходовой части, в башенном отделе. Танк Т-72. Вообще, по охраненности, очень хороший. Во многих странах до сих пор в вооружении. Очень усиленная ходовая часть. Броня очень хорошая тоже. Можешь разогнаться до 69 км в час. Если двигатель танка его сердце, то мост, конечно же, башня. Именно здесь находится самое сложное оборудование. Эту часть танка в специальный цех участков вооружения также доставляют в виде голого корпуса. Здесь в башню вкатывают ствол. После этого начинается самый сложный процесс. Мы начинаем монтаж электропроводов делать, блоков. Вооружение. Ну, там все перечислять это сложно. Вот. Вот. Когда это все сделаем, внутри весь монтаж заканчивается. Механики свой монтаж заканчивают. Электрики. Мы электрики СОО, электроспецоборудование. По вооружению чисто. А потом механики доделывают еще свой. Когда все доделается, ставится на стационар. Проводится стационарное испытание. То есть идет запуск всей башни. Испытания проходят примерно так. Если были обнаружены неисправности, их устраняют. После механики регулируют параметры. Это самая тонкая работа. Ну, особенности у нас это стабилизатор. Это вертикального наведения, горизонтального наведения. Вот. И система, это выверка прицел. То есть от этого зависит точность, дальность и все. Ну, в общем, точность попадания. Это более такой ответственный. И ВН, это вертикальное наведение. То есть орудие должно вверх-вниз ходить, горизонтальное, влево-вправо. Вот это вот у нас очень сложный такой момент. Тут у нас сложности бывают, регулировки. Ну, делаем. Все ремонтируем. Все восстанавливаем. После этого башню принимает отдел технического контроля. Если все в порядке, ее устанавливают на корпус танка. Еще раз все проверяют и отправляют танк на место главного испытания. Полигон. Здесь танки, БТР и боевые машины пехоты проходят полосу препятствий. В 2011 году на бронетанковом заводе в Семее осуществили масштабную модернизацию. Приобрели конструкторскую технологическую документацию и современное оборудование для капитального ремонта Т-72, которое сейчас успешно эксплуатируется. Эта машина была самым массовым основным боевым танком Советского Союза. Был принят на вооружение в 1973 году и во многих странах его до сих пор эксплуатируют. Т-72 участвовали в боевых действиях в Ираке, Ливии, Сирии и Чечне. Акционерное общество «Семей инженерик» занимается капитальным ремонтом бронетехники. До этого у нас был бронетанковый завод РГП, БТРЗ. После того, как Акционерное общество «Семей инженерик» попало под управление национальной компанией, Довитетное управление Министерством обороны, у нас произошли следующие изменения. По сравнению с 2010 годом численность со 120 человек достигла уже 640 человек. В основном задача нашего предприятия – это капитальный ремонт всей бронетехники, которая имеется на вооружении Министерства обороны Республики Казахстан, а также других силовых структур, как внутренние войска, ограниченные войска. С 2011 года завод получает гарантированный государственный заказ. Благодаря этому здесь удалось запустить инвестиционный проект по созданию собственного производства, по модернизации, инженерно-техническому обслуживанию и ремонту бронетехники военного назначения. Для завода было приобретено новое технологическое оборудование. Реконструированы и построены новые производственные помещения. Кроме капитального ремонта бронетехники, мы еще занимаемся… Имеется свой конструкторский отдел, ОКБ, отдел конструкторского бюро, опытный экспериментарный участок. В этом году, в мае, на Кадексе наше предприятие выставило около 9 единиц техники, которые произвели глубокую модернизацию, систему управления огнем, ходовых качеств. И получили очень хорошие, положительные отзывы от представителей Министерства обороны. На заводе уделяют большое внимание развитию современных технологий. Именно в конструкторском отделе разрабатывают способы модернизации бронетанковой техники. Вот самые интересные наработки. Пожарная машина на базе танка Т-72 предназначена для тушения очагов возгорания на складах ГСМ и боеприпасов. Пожарные могут ликвидировать огонь или эвакуировать людей, не выходя из бронированной машины. Пожарная машина, она единственная на базе Т-72, сейчас нету нахс, вообще, пока осталось, нету. Единственная, очень эффективная пожарная машина. Около 18 тонн воды, насос мощный стоит, лафет. Расстояние будет коситься пожар, 60-80 метров, и давление у него очень, это, вообще, сильное давление, около 3000 у него давление. Технику можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Это машины двойного назначения. Вот БРДМ, у нас вот стоит БРДМ, из этой старой машины, у нас она вообще заново родилась. Ходовка у нас независимая, двигатель, и века у нас 150 лошадей, 6-ступенчатый, порогопередач, мощный. БТР-70 тоже. Раньше были простые двигатели у него, два двигателя. Сейчас поставили мы Камазовский двигатель, мощный, 300 лошадей. Тепловизионные камеры поставили, ну, все, полностью морализация произошла. Был 70-й, сейчас он наравне с 80-м стал. Бронированная разведывательно-дозорная машина – одна из главных гордостей конструкторов семейского бронетанкового завода. БРДМ прежде всего предназначена для охраны разведывательных и боевых действий. Машина удобна для транспортировки десанта, патрулирования границы, введения боевых действий в городе или проведения специальных операций. Мы лично убедились, завод работает, а гособоронзаказ выполняется в срок. Боеготовность страны поддерживается. И уже сегодня отечественное предприятие реально может конкурировать с оборонными заводами других стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова